Продолжение следует... А позиционируется на мат в первую очередь как стартовый корабль, а роль легкого фрейтера. Знающие любители космоигр сразу в образе найдут детали корабля АСП из Elite Dangerous. Итак, достаточно необычная внешность с выведенной из основного корпуса камерой, где сидит пилот и, что более интересно, открытый карго-отсек. Сразу скажу, что объем вашего багажника составит 24 СУ, что немало для стартового корабля, но и не дотягивает до того же конкурента в виде катлоса. Подвижная часть вашего карго свободно может вмещать Grey Cat Rock. Из уникального это антигравитационные стойки посадки. Найти с первого раза дверь достаточно сложно, но она находится на левом борту. Заходя внутрь, мы сразу попадаем в помещение, где расположен туалет, место для оборудования, небольшой шкаф, а также кнопка для поднятия и опускания карго-пада. Следующая комната у нас жилая. Здесь есть кровать, где можно сделать логаут и сохраниться, а также стол, выдвижной стул, необходимое оборудование для приготовления пищи. Из интересного — внедрение кнопки открывания дверей. Правда, функционал ограничен по сравнению с Mercury Star Runner. Сядем за кресло пилота и, что я вам могу сказать, это одна из лучших приборных панелей за всё время, что я видел. Все необходимые экраны в одной плоскости. Обзор корабля также довольно неплохой, можно сравнить с катлосом, у которого также есть перегородки. Ну а теперь давайте перейдём к лётным характеристикам. Отвечают за функции корабля три щита первого размера, одна энергоустановка и два кулера первого размера. Quantum Drive — полная хрень, поэтому владельцы, меняйте сразу. Из неприятного — количество квантового топлива всего около 800 единиц. И с гидрогеном вообще серьёзнейшие проблемы, но они возникают практически на всех новых кораблях, которые приходят с колёс. Из оружия — гимбальный лазерный репитер под носом и ещё два спаренных наверху. Сразу скажу, что без груза корабль управляется чуть шустрее, чем катлос. Проблема остаётся с роллами, но это я могу объяснить силуэтом корабля и расположением вертикальных трастеров, которые находятся не под прямым углом. Максимальная скорость корабля в открытом космосе на ваших экранах. В остальном — достаточно приятное управление. Загрузим корабль техникой. Здесь управление становится в разы тяжелее. Сразу скажу, чтобы расставить все точки над «и». У майнеров могут появиться проблемы с перевозкой роков, поскольку это динамичная карго-сетка, аналог тех, что у Constellation. В закрытом режиме ваша техника, которую вы загнали на пот, не выпадет ни в коем случае. А вот если вы решите в атмосфере начать опускать карго или где-то в космосе, то тут ваша техника скажет вам пока и даже может вас уничтожить. В целом корабль оставил достаточно приятные впечатления, за исключением ряда недостатков. Первое — это гравлев, который, на мой взгляд, не до конца имеет понимание, как работает. Динамичная карго-сетка и слишком малый топливный бак. В остальном — достаточно хорошие корабли. Да, и чуть не забыл. Помимо оружия, корабль оснащенный ракетами второго размера в количестве четырех штук. Стоимость намада с безлимитной страховкой — 70 долларов. С торкредитами вы заплатите на 10 дороже и получите десятилетнюю страховку, что, в принципе, я считаю то же самое, что и LTI. В комбо-паке со Сквадроном и Стар Ситизеном он вам обойдется в 100 реальных долларов. На этом все. Заходите на бесплатные полеты. Как зарегистрироваться, видео находится в описании, там же есть и ссылка. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на канал. Берегите себя и пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok